поехали привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня как я вам и обещал мы произведем обзор вот этого вот электронного ошейника который по который мне прислали на вам именно для обзора с которым я собираюсь дальше проводить свои тренировки то есть мы будем с вами как я вам и обещал то есть это будет целый цикл у нас роликов но сейчас на данный момент мы проведем обзор и так модель этого ошейника электронного значит читаем сразу же это от и 919 c это электронный ошейник для управления двумя собаками то есть для корректировки поведения для дрессировки как для первоначальной дрессировки так и для того чтобы оттачивать какие-то моменты которые вы уже знаете в общем штука незаменимая о ней я уже рассказывал о том как в каких случаях применяется сейчас мы с вами проводим обзор и так сразу же я вот открываю да что вы здесь видим то есть ну во первых вот такая вот сумочка вполне себе достойная сумочка с двумя замками для того чтобы вы могли открывать именно удобный для нас удобно для нас виде раскладываем материал исполнения этой сумочки достойный сам замочек по себе мягенький такой хороший открываем и раскрываем наш планшет что мы здесь видим первое это значит инструкция мануал ну мануал на английском языке поэтому если вы владеете данным языком то принципе проблем для вас не составит инструкцию также я коротенькую именно инструкцию я находил и в интернете то есть как бы она тоже присутствует скачать перевести тем более сейчас у нас электронными переводчиками вообще проблем никаких не возникает дальше здесь значит в этом отделении вот мы видим у нас два ресивера до 2 шейника и здесь вот блоки управления зарядки находятся сразу достаем давайте сейчас это у нас передатчик к этому передатчику вот передатчик выполнен он из хорошего такого тоже достойного я бы сказал пластика здесь у нас присутствует крепление крепления на ремень можете как-то вешать его и на майку как удобно то можно я думаю что и на брюки повесить не обязательно на ремень в общем как ваша фантазия вам подскажет идет антенна подсоединяем антенну ну в общем внешний вид параметры вот так вот вот в руках я ощущаю здесь никаких не отпечатков пальцев не будет так для внешнего вида жидкокристальный монитор достаточно такой приличного качества дальше что здесь у нас идет здесь у нас это для теста то есть для проверки скажем так электрического импульса когда срабатывает передается на именно с передатчика на ресивер либо это когда мы будем сейчас тестировать антилай то достанем на ресивер мы сейчас до настали на один ему так вот вот эта лампочка будет нам показывать о том что сигнал срабатывает дальше что у нас здесь присутствует здесь у нас зарядка ну давайте вскроем зарядку эту да кстати более подробные инструкции как бы у этого электронного ошейника нет поэтому если вы досмотрите до конца я расскажу вам все функции которые он выполняет то есть мой видео обзор мы можем еще и выставить как именно инструкция по эксплуатации так параметры этого значит адаптера электрического это значит у нас 5 вольт 1 ампер ну то есть это может заряжаться как бы и то есть может быть использовал насколько я понимаю обычный для телефона скажем адаптер здесь у нас подсоединяется подсоединяется юизби и юизби идет как раз либо на два ресивера одновременная зарядка идет либо зарядка на ресивер и на передатчик здесь вот передатчики как бы гнездо открытое в ресиверах в ресиверах гнездо закрыто вот она вот она закрыта резиновый такой прокладочкой но тут достаточно надо похоже чем-то потому что вот именно в этом приборе в этом приборе да вот она закрывается заявлено функция такая как влагозащита даже не водозащиты не брызгозащита именно то что до пяти метров можно погружать этот прибор ресивер сам воду то есть когда собака у вас бегает где-то по лужам по каким-то даже если она бросится купаться и вылезет потом и вы подзовете и она не отреагирует на эту на вашу команду вы сможете воздействовать либо там электрическим сигналом либо воздействовать звуковым сигналом либо значит вибросигналом воздействовать на свое животное для того чтобы дать ей понять о том что все таки вы призываете ее к исполнению команды и так что у нас комплекте идет у нас комплекте ведут два ресивера да ну сумочка соответственно два ресивера зарядка причем юсби зарядочка такая достаточно то есть если вы потеряете это главное не потеряйте вот этот кабель если вы потеряете сам адаптер то в принципе можно взять от мобильного телефона но эти 5 ампер 5 вольт один ампер не берите больше чем один ампер потому что когда вы будете заряжать свои аккумуляторы чем ниже значит ток зарядки идет тем больше значит будет работать причем производитель позиционирует то что здесь у него идут сразу же стоят не металл гидридные аккумуляторы а стоят полимерные то есть это последнее поколение аккумуляторов которые не имеет эффекта памяти но почему то вот он указал то что первая зарядка у вас должна идти вот как здесь написано в мануале значит четыре часа как минимум четыре часа то есть сам передатчики сами ресиверы первые три зарядки значит ну я не знаю там для чего хотят полимерные аккумуляторы но вот рекомендовано как бы по четыре часа как минимум заряжать а именно человек который прислал мне этот прибором телефоном разговоре мне сказал что как минимум восемь часов ну если стоят полимерные аккумуляторы я не вижу смысла в этом дальше что у нас здесь идет здесь у нас идут два ошейника причем эти два ошейника вот они я смотрю вы знаете вот сейчас новый такой материал новейший материал называется он и вот так этот материал то есть если это он ну тогда это вообще современная амуниция то и что он себя представляет сейчас вот такой вот такие вот такие виды амуниции если это именно то что я думаю значит достаточно дорогие эти виды амуниции почему они дорогие потому что и качественные причем вот когда мы берем вот такие вот ошейники да вот это вот другой абсолютно электро ошейник значит да вот обычный ошейник да вот взяли вот такую синтетическое волокно и залили его полимерными материалами то есть она не боится всяких там грибков там гниение так далее то есть легко ее взять помыть почистить и на морозе причем на морозе должна быть достаточно эластичная но в следующих тестах мы уже когда будем тестировать именно сам прибор сейчас у нас обзор напомню и так что мы имеем мы имеем значит два вот таких биотановых как бы ошейника сам ресивер что из себя представляет вот давайте мы сравним вот это вот первое поколение электронных ошейников да и здесь мы имеем тоже ресивер который вот здесь вот для того чтобы поставить туда аккумулятор и он вкручивается закручивается вставляется туда аккумуляторы вот эту вот кнопочку это я уже дополнительные сюда напарник у меня впаивал ее для того чтобы включить и выключить теперь знаете что мы имеем в этом современном приборе значит позволяет я еще раз напомню что позволяет он управлять у нас двумя собаками двумя собаками опять же давайте к пластику еще вернемся пластик достаточно ну качественные дужки которые вот именно крепление сама вот еще раз давайте вот сюда вот посмотрим да вот здесь вот это все тоненькая вылетает ломается это уже клеено и все было здесь душка сама по себе видите какую толщину имеет то есть как бы ну видно что крепкая надежная здесь болтовые соединения такие по поводу замены аккумуляторов ничего сказать не могу надо обращаться к производителю ну если это полимерные аккумуляторы то два года они будут работать без всяких нареканий тем более они не имеют эффект памяти то что заявляют они по поводу воды 5 метров ну что ж мы можем провести такие же испытания но я смотрю заглушечки все все сделано качественно здесь вот даже они серийные номера как бы имеют серийные номера поэтому причем разные то есть что они индивидуальный ну будем думать что так итак у нас имеется на обозрение электронная ошейник от и 919 c для работы с двумя собаками значит сейчас мы включаем сам прибор прибор включается нажатием любой абсолютно кнопочки то есть видите сейчас он выключен вот выключил я нажимаю загорается загорелся здесь помимо значит вот помимо функции управления вот этими электронными ресиверами да есть еще такая дополнительная функция хорошая как фонарик включаем фонарик вот она кнопочка фонарика для чего этот фонарик нужен я думаю что каждый может использовать его вы знаете вот я собакой выхожу у нас какой-нибудь хулиган разобьет лампочку или там что-то перегорит и в подъезде где-то что-то как-то подсветить но достаточно удобно когда у вас кармане вы идете собакой гулять у вас по умолчанию находится потому что вы идете заниматься отдельный какой-то фонарик собой носить не надо то есть нажимаем три секунды держим раз два три он включается раз два три выключается это же кнопка является включением и отключением в такой заявленной функции как антилай то есть помимо электрического сеть электрической стимуляции звуковой стимуляции вибро стимуляции этот прибор и является как бы еще по умолчанию у него есть такая функция антилай то есть когда у вас собака находится дома вы включили эту функцию ушли и соседи начинают на вас жаловаться значит когда собачка начинает лаять и причем здесь я хочу сказать что здесь достаточно такой щадячий режим используется то есть он заложена программа уже здесь в этом самом ресивере стоит микрочип и он достаточно корректно работает он сначала подают звуковой сигнал потом он подает как бы вибро сигнал потом опять звуковой потом вибро длиннее уже сигнал и очень редко включается электростимуляция для того чтобы прекратить но я думаю что у кого проблемные собаки в этом плане как бы могут воспользоваться этим прибором и так давайте вот мы еще раз сейчас включим очень удобная очень удобная функция здесь есть вот здесь нету кнопочки для того чтобы включать да этот прибор но здесь есть магнитный ключ так называемый вот посмотрите вот здесь вот сейчас я вам показываю антенкой да это гнездо для того чтобы включать вот здесь вот эту штуку нужно приложить к этому внизу причем здесь есть два канала то есть один канал на один ресивер второй канал на второй ресивер это уже считаете вам инструкцию по эксплуатации сейчас рассказываю и так мы включаем с вами первым делом передатчик потом подносим магнитный ключ к магнитному замку именно на том канале который я включать вот это сейчас первый канал у меня все он включился то есть этот ресивер включился сейчас я его синхронизирую нажимая на любую из кнопок например звуковой сигнал вот загорелась здесь у меня синяя лампочка погасла он синхронизировался так проверяем функции первое что мы делаем это как бы вибрация до 2 звуковая и электро стимуляция вот лампочка загорелась видите да пошел импульс стоит на единички у меня так давайте второй вот здесь есть кнопочка такая собачки самая нижняя кнопочка кнопочка с собачкой эта кнопочка переключения каналов то есть мы нажимаем на нее сейчас у нас загорелся как бы второй канал я активирую второй именно ресивер на втором канале то есть я также подношу его магнитный ключ магнитному замку и точно так же синхронизирую все синхронизирован на втором канале так давайте с вами запомним вот это вот первый канал как бы вот первый канал второй канал здесь еще вот нажимаем мы дополнительно на нижнюю кнопочку кнопочка это собачка 1 2 канал и нулевой канал нулевой канал одновременно может управлять двумя этими ресиверами то есть давайте проверим сейчас вот они видите так но второго тестера как бы нету видели да на нулевом же канале работает также так давайте проверим с вами заявленную функцию такую как антилай вот на нулевом канале мы сейчас так на 1 давайте перейдем первый канал поставили вот здесь вот вот видите такой динамик нарисован и он на нем написано он то есть сейчас антилай включен я честно так какой у нас работает отлично а 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 я антилай выключу. Вот я нажимаю на эту кнопочку. Загорел. Все, антилай не работает. Расключаем, опять антилай. Заработал. Вибрация пошла. Вибрация звук. Вибрация звук, электростимуляция. Выключаем. Ну, то есть, прибор потенциально работает достаточно хорошо. Про функцию этого прибора я вам рассказал. Теперь, значит, давайте с вами попробуем. Здесь вот есть боковые две клавиши. Эти боковые две клавиши именно для того, чтобы увеличивать или уменьшать нагрузку. То есть, если у вас собака более мелкая или более крупная собака, вы можете воздействовать на нее либо больше, либо меньше. Или в каких-то определенных ситуациях надо будет вам либо увеличивать, либо уменьшать вот это воздействие на вашего животного. В следующих передачах мы с вами научимся, как подбирать именно ту пороговую чувствительность, на которой мы будем с вами работать. Ну, вот в этом приборе есть 10 уровней чувствительности. Как мы с вами можем их проверить? Вот сейчас я одену, да, какой у нас первый канал. Ну, нулевой давайте переведем. Вот я ставлю нулевой сейчас канал. Должны, по идее, у меня оба работают. Вот они оба работают. Все под рукой. Увеличили, уменьшили. Вот сколько их тут. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, на некоторых приборах, которые продаются электронные ошейники, там вплоть до ста. Вплоть до ста. Здесь у нас до десяти. Ну, компания заявляет то, что здесь, в принципе, можно регулировать с собакой работы там до ста двадцати килограмм. То есть, сила воздействия на десяти уже достаточно серьезная такая. На единички. Я вот пробовал на себе на единички. Ну, давайте вот ради интереса я вам просто вам покажу. То есть, десять, ноль, ноль это вообще ни о чем это, то есть не будет он работать, да? Нет. Один. Ну, я не слышу. Ну, слышу, там что-то такое раздается вообще. Вот видите, вот он сейчас загорелся. Вот я пальцы ставлю свои. То есть, там, допустим, два, два, видите? Ну, чуть посильнее. В общем, регулировка достаточно плавная. Видите, чтобы не говорили, что я там... То есть, можно выбрать уровень от маленькой собачки совсем, хотя маленькая собачка, ей вот этот ошельник тяжело будет таскать. До, судя по описанию, 120 килограмм. Радиус действия этого прибора тысяча метров. То есть, работать можно с двумя ресиверами. С двумя ресиверами. Вот с такими вот классными ошейниками из биотана сделанных. Выключается точно таким же образом. То есть, берем, подносим к магнитному ключу. Все, выключился. Подносим к магнитному ключу. Все, выключился. То есть, у вас аккумуляторы в момент, когда вы не работаете с собакой, пришли там где-то прогулки, там, или просто вы идете, приучаете собаку еще только к этому. Мошеннику. Не надо ни заряжать, ни разряжать аккумуляторы. Вы либо включили, либо выключили. Итак, еще раз объясню, как это делается. Магнитный ключ. Подносим. Включили. Синхронизируем следующим движением. То есть, вот видите, все, лампочка загорелась. Здесь синхронизируем. Потом выключаем также магнитным ключом. Все. Сигнал раздался. Лампочка моргнула. Мы его с вами выключили. Передатчик выключается позже. Ну, естественно, у компании есть приборы, которые действуют и не на тысячу метров. И не обладают ресиверами, которые являются не водоотталкивающими, а водозащищенными. Есть, которые присутствуют, функция анти-лай, есть, которые не присутствуют, функция анти-лай. Есть на три собаки, на одну собаку. Есть передатчики, которые вешаются, соответственно, не имеют вот такую вот клипсу поясную. Да, есть, которые там можно на веревочку. И причем веревочка идет в комплекте. Ценовая политика уже раз, еще раз вам хочу сказать, зайдите по ссылочке, посмотрите, вы там все увидите. То есть, там будет все четко, понятно и по ценам. Что бы я здесь не рассказывал, потому что, как бы, вы через год посмотрите, а там ценовая политика будет абсолютно другая. То есть, если сравнивать с американскими аналогами, с европейскими аналогами, то, ну, понимаете, да, что цена у китайского, как бы, производителя гораздо меньше. Причем, не теряя качество. Еще раз хочу сказать, что вот один вот такой вот биотановый ошейник тоже стоит достаточно серьезную сумму денег. А здесь их сразу два в комплекте. Помимо этого, еще идет, как бы, вот такое вот электронное устройство замечательное. Приобретайте, пользуйтесь, всем рекомендуем. Производитель производит достаточно качественный товар. Заходите на сайт, выбирайте именно под себя. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. И у вас все получится, друзья мои. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...